Как я заметил, во время разговора с Андреем Смирновым некая группа товарищей включила меня в подготовленный ею список ТОП-100 русофобов 2016 года. Я не стану называть их фамилии, чтобы их не рекламировать, а они, конечно, рекламу очень даже хотели бы. Но учитывая взгляды этих, скажем так, патриотов в кавычках, могу утверждать, что для меня честь попасть в любой список их, так сказать, врагов. Помимо пословицы «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты», я очень люблю такое высказывание «Скажи мне, кто твой враг, и я скажу, кто ты». Одно дело, когда один на один человек говорит «Ты, по-моему, русофоб», и совсем другое дело публиковать список, якобы составленный по заявкам экспертов и рядовых граждан. Следующий шаг – назвать их уже врагами народа. Ну а за этим следует то, что мы уже все знаем – славные сталинские времена. Известно, что происходило с такими людьми. Правда, нынешние времена не сталинские. И вроде бы Государственная Дума приняла 282-ю статью Уголовного кодекса относительно, я цитирую, «действий, направленных на возбуждение ненависти, либо вражды, а также на унижение достоинства человека, либо группы людей по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождение, отношение к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенно публично, либо с использованием средств массовой информации, либо информационно-телекоммуникационных систем, в том числе сети интернет. Ау, блюстители закона и защитники, меня от группы лиц, возбуждающих во мне ненависть и вражду. Где вы? Или скажете, что эта сотня не относится к какой-либо социальной группе, и поэтому унижать ее достоинства и возбуждать в ней ненависть можно? Вот я не стану возбуждать ни вражды, ни ненависти к авторам этого пасквиля, а мог бы использовать лексику министра культуры и назвать их мразью, но не стану делать этого. Во-первых, мне эта лексика не очень по душе, а во-вторых, они даже не дотягивают до этого определения. Удачи вам! Владимир Познер